Они познакомились в Евпатории, известная художница и маленькая девочка, которая мечтает о самом простом – стать такой, как все. Ксения Симонова решила нарисовать ее надежду, безграничную, как море, и светлую, как рассвет над ним. У меня надежда очень-очень большая, как огромное море, плюс океан. У меня заболели ножки. Я не могла ходить, я умела только лежать. Бабуля уже и меня и куда угодно переставляла. Ножки так болели, что я не могла даже стоять. Я от боли. У меня очень было больно. Я ревела аж. Такой боль. Соня заболела, когда ей исполнилось два года. Неожиданно поднялась температура, появилась тошнота. Позже опухли коленки. Но врачи и тогда не поставили правильный диагноз. Когда девочка уже не могла подняться с постели, бабушка с мамой наняли машину и повезли Соню из Одессы в Киев. Мы ребенка туда везли с версией, что мы его просто не довезем. Мы могли просто не успеть. У нее сердце было увеличено в несколько раз. Сердце было наполнено жидкостью. У нее вообще не двигались никакие суставы. Лицо было отечное. Диагноз столичных докторов как приговор. У Сони ювенильный ревматоидный артрит. Тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система в результате сбоя сама атакует организм. Первая и главная мишень – суставы. Воспалительные процессы в них приводят к разрушению хрящевой и костной тканей. Могут поражаться и внутренние органы. Сердце, легкие, печень. Если мы имеем до справа с хворим на важкий ювенильный ревматоидный артрит, то в этого хворого есть риск инвалидизации. В выгляде первое – снирухомление, анкелозу, разведку всех суглобий. И эти дети потом я на визочках. В частных хворих, в 20% хворих, и урожение очей, эти дети, на жаль, стают слепыми. Традиционная терапия при ювенильном артрите – нестероидные и базисные нестероидные препараты, гормоны. Но у 10-20% детей эта терапия не дает эффекта. Болезнь прогрессирует, дозы увеличивают, и уже от этого в маленьком организме начинаются новые большие проблемы – аллергии, гастриты, гепатиты. А еще на таком лечении дети практически перестают расти. Соне уже почти 8 лет. Самая моя любимая мечта – чтобы я выросла. Когда она говорит, что ей 7, и говорят, ой, как это возможно, так она уже теперь говорит так – мне 7 лет, только, пожалуйста, не смейтесь. Киевлянка Маша – ровесница Сони. Она тоже прошла через боль и две операции. Аля принимала по 12 гормональных таблеток в день. До 11 класса Леся не могла ходить в школу. Жизнь этих детей изменилась, когда родители узнали о том, что есть новая, так называемая, биологическая терапия, дающая их детям шанс вернуться к нормальной жизни. Особенность биологической терапии в том, что используются медикаментозные препараты, которые, прежде всего, воздействуют на причину развития данного заболевания. Можно считать, что мы рубим дерево под корень, назначая биологическую терапию. Именно благодаря биологической терапии в развитых странах дети уже давно не становятся инвалидами при ювенильном артрите. А врачи только из учебников знают, как выглядят изувеченные болезни суставов. Но новая терапия не из дешевых. В Киеве родители создали общественную организацию. Маше пришлось даже идти к президенту и добиваться, чтобы чиновники приняли программу, которая сделает доступным современное лечение. Но пока программа обсуждается, во многих регионах – Донецке, Львове, Киеве – дети получают лечение за счет местных бюджетов. Кроме Сони, в Одессе еще около 20 детей, которые нуждаются в такой терапии. Для них это единственный шанс оторваться от боли и сделать рывок к нормальной жизни. Удивительная особенность – дети с ювенильным артритом интеллектуально очень развиты, талантливы, общительны и своей искренностью способны покорить любое сердце. Меня удивило своей не по возрасту развитостью. И мне показалось, что я общаюсь с человеком, который равен по возрасту мне. Я себя была режиссером в детских фильмах и бы с удовольствием пригласила ее сниматься в кино. Может, когда-то Соня и в самом деле снимется в кино. Но пока у нее самая простая, самая обычная мечта – стать такой, как ее ровесники. Нельзя мне купаться, нельзя мне купаться с дельфинами, нельзя в зоопарк, нельзя на батуте, нельзя бегать, нельзя спотыкаться, нельзя ударяться. А я хочу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok